Без выходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. Здравия желаю. В эфире Минск чрезвычайный. У микрофона Анастасия Гарба. Статистика в лицах и цифрах. Минск чрезвычайный. Оперативная информация за неделю. С начала года на ликвидацию пожаров, загораний и прочих ЧС столичные спасатели совершили более 1700 выездов. На пожарах за это время погибли 9 человек, 26 пострадали. Более 200 человек были спасены и эвакуированы из опасных зон. Далее подробнее о том, какой была минувшая неделя в сводках столичных огнеборок. Минск чрезвычайный. Вечером в понедельник в одном из столичных объектов торговли загорелась проводка. В административной части гипермаркета на проспекте Держинского на уровне второго этажа загорелось электрооборудование в электрощите помещения машинного отделения грузового лифта. Пострадавших нет, эвакуация не проводилась. Люди самостоятельно покинули здание до прибытия пожарных. Также в этот день спасатели помогли ребенку, застрявшему в пластиковой игрушке. ЧП произошло около пяти дня в квартире по улице Налибокская. Годовалый малыш засунул пальцы в пластиковую игрушку. Спасатели освободили его. Мальчишка при этом не пострадал. Во вторник около шести вечера на гостевой стоянке магазина соседей по улице Калиновского загорелся 15-летний БМВ. Оперативно прибывшие пожарные справились с загоранием. Однако огонь успел повредить приборную панель, лобовое стекло, обшивку сидений. Закопченным оказался и салон немецкого внедорожника. Вероятнее всего машина загорелась по причине короткого замыкания электропроводки. МЧС напоминает. Следите за состоянием своего автомобиля и соблюдайте простые правила техники безопасности. Это поможет избежать неприятностей. Но если в автомобиле пожар все же случился, первым делом следует звонить по номеру 101 или 112. Если виден слабый дым, то можно попытаться потушить самостоятельно. Надо отключить клеммы аккумулятора и не допускать резкого притока кислорода. На распашку открывать дверь или капот нельзя. Затем следует использовать огнетушитель. Если речь идет о сильном возгорании, не рискуйте и отойдите на безопасное расстояние. Ведь всегда существует риск взрыва, особенно если это машина с газовым оборудованием. Минск чрезвычайный. В пятницу из-за короткого замыкания электропроводки 12-летнего холодильника хозяева едва не лишились квартиры. Пожар вспыхнул в одной из столичных многоэтажек по улице Янки-Лучины примерно в 4 часа дня. Оперативно прибывшие спасатели потушили пламя, вспыхнувшее на кухне двухкомнатной квартиры. Огонь повредил имущество, закопченной оказалась и вся квартира. К счастью, жертв удалось избежать. Помните, что у любого электроприбора заводом-изготовителем устанавливается не только гарантийный срок, но и срок эксплуатации. Эксплуатация электроприбора после указанного производителем срока небезопасна. Даже если прибор еще рабочий, в любой момент может произойти его поломка, которая и приведет к пожару. И еще об одном пятничном происшествии. Вечером в дежурную службу МЧС от старшего врача оперативного отдела городской станции скорой медицинской помощи поступило сообщение о получении ожогов детьми. ЧП произошло около 9 часов вечера в одной из комнат общежития по улице Кульман. В процессе игры с набором юный химик на балконе комнаты произошло воспламенение паров ацетона, который дети предварительно взяли в шкафу. В результате чего мальчишки, ученики 6 класса одной из столичных школ, получили термические ожоги верхних конечностей грудной клетки и шеи первой и второй степеней. На момент происшествия родителей ребенка дома не было, мать находилась у подруги, а отец на работе. В связи с этим хочу обратиться к родителям с просьбой внимательнее следить за своими малолетними детьми, постоянно рассказывать им об опасностях, которые таят в себе, казалось бы, привычные нам вещи, а также ежедневно напоминать основные правила безопасности. По статистике, в осенне-зимний период в республике увеличивается количество пожаров. Причин тому несколько. Это и возрастающая нагрузка на электроприборы, и рост числа возгораний из-за нарушений правил пожарной безопасности при использовании растопки печей, и увеличение количества пожаров в домах из-за неосторожного курения. Не каждый пойдет выкурить сигарету на улицу, как летом. Для того, чтобы в этот пожароопасный период минимизировать количество пожаров в жилье, в эти дни в столице продолжается республиканская акция за безопасность вместе. В рамках которой спасатели совместно с работниками ЖКХ, МВД, энергетиками и другими субъектами профилактики проверяют домовладения граждан. Прежде всего, они посещают дома одиноких пенсионеров и одинокопроживающих инвалидов. Семей, в которых дети находятся в социально опасном положении, и людей из так называемой повышенной группы риска, то есть ведущих асоциальный образ жизни. Им напоминают о том, что в 98% случаев пожар – это дело рук человека. А также рассказывают, как не допустить пожар и уберечься от огня. Спасатели пожарные всегда в боевой готовности, однако именно от культуры каждого из нас зависит сохранность наших жилищ, а самое главное – наша личная безопасность. Сегодня это все о происшествиях. Я с вами прощаюсь до следующего вторника. Хорошего всем дня! Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный!